Привет, друзья! Кто, оказывается, занимается реализацией в практическую жизнь народа, населения, земного шара, великих идей, которые создали, например, пророк, основоположники ислама, основоположники христианства, основоположники иудаизма, а кто в практику внедряет? Кто является фильтром, когда происходит трансляция этих великих духовных идей, которые настроены на человечность, на сотрудничество, на любовь? Кто, оказывается, фильтр? Примитивные люди, да, низкие по уровню интеллекта, которые мыслят узко, конкретно, не глобально, не масштабно, не широко. И получается, например, такие явления. Вот сейчас все обсуждают, например, вот эти вот однополые браки, к примеру, да? Откуда это возникло? Ну, идея была хорошая на примере, допустим, феминизма. Когда феминизм создавался, тоже великая идея была. Идея была, чтобы была гармония между мужским началом и женским, Ян Инь, чтобы гармония. Первые книги были, по-моему, так называлось «Клинок и чаша». Ну да, в конечном счете, за счет примитивных людей, вот эта гармония выродилась. Выродилась преподносение того, что, преподнесение того, что, а мы женщины типа, ну, женщины, мы без мужчин можем обойтись. Феминизм во что выродился, да. То же самое и здесь, однополые браки – это результат великой идеи равноправия между мужчинами и женщинами, равноправия. Но в конце концов получилось и так, что, видите как, однополые браки. Примитивные люди, они саму суть идеи вылучивают. И в конечном счете, вот у меня есть афоризм, что нормальные люди соберутся, даже не имея исходной темы, все равно придумают что-нибудь интересное. Но затешится среди них хоть один примитив. Все усилия уйдут как в песок, да и хлопот потом не оберешься. Вот какие афоризмы у меня хорошие, да. Так я хочу сказать, вот недавно совершенно я смотрел, как разговаривал Познер с Венедиктовым. И Венедиктов спрашивает Познера, а почему так получается, что мы все время пытаемся равноправия между мужчинами и женщинами, а все время сворачивается к тому, что мужчина все-таки главный. Но Познер сказал, что потому что христианство православное у нас. А в православном христианстве, в отличие от католического и протестантского, мужчина, мужчина первичное звено православное. Поэтому если мы с одной стороны говорим, что равноправие между мужчинами и женщиной, а вот на самом деле и так получается, что все-таки мужчина главный. Это почему? Опять за счет примитивизма. Потому что в христианстве-то сказано, что у человека есть выбор. Есть выбор. А вот получается, что вот так. Интересно, правда? Таким образом, фильтром, фильтром, который стоит между высокими идеями, которые говорят о том, чтобы человек был человеком, и что нужна созидательность, любовь и сотрудничество, в конечном счете ритуал остается, и остается вот через этот фильтр. То есть, короче говоря, не сильные борются с сильными, а слабые борются с сильными. Потому что сильные – это люди, которые пытаются исправлять себя, свои недруги, недостатки, заниматься самосовершенствованием, управлять собой, то есть контролировать собой. А слабые люди, они по своей примитивности пытаются контролировать других. И они возводят свои слабости, вместо того, чтобы себя совершенствовать, они возводят враг достоинства. И поэтому так и катится все. Когда начинается в какие-то периоды истории, востребуются у людей именно негативные качества. Как сегодня это и происходит. Что востребуется, то и прорастает. Как грибы после дождя. До встречи, друзья.